МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире первого карагандинского новости. В студии работает Гульнур Жакен. Сегодня в программе. Чиновники переодеваются в отечественное. Аким Карагандинской области Нурмухаммед Абдивеков примерил костюм от казахстанской марки Алтын Адам. Ежегодная помощь детям из социально уязвимых семей стала доброй традицией. В этом году материальная поддержка составила около 280 миллионов тенге. Радужная комната, созданная Карагандинским академическим театром музыкальной комедии, для самых маленьких зрителей обрела своих почитателей. Чиновники переодеваются в отечественное. Аким Карагандинской области Нурмухаммед Абдивеков примерил костюм от казахстанской марки Алтын Адам. И стоит сказать, остался доволен. Подробнее в следующем сюжете. Нурмухаммед Абдивеков последовал примеру президента и охотно приобрел для своего гардероба костюм из новой коллекции «Май Президент». Обувь глава региона носит тоже отечественное производство карагандинской фабрики. Классический покрой, итальянские ткани и спокойные оттенки – вот образ делового серьезного человека. Как говорится, первый шаг сделали в Караганду, Карагандинскую область. И решили сегодня одеть Акима Карагандинской области. Привезли для него костюм. Предварительно, конечно, мы узнали, хотя мы мерки не снимали, но мы предварительно узнали о размерах. И он, кстати, даже не ожидал, что его сегодня оденут, а мы специально сделали такой презент. Ему безумно радует, что ему подошел костюм. Вот, как говорится, сидит идеально, безумно это радует. Марка Алтына Дам не собирается отставать от иностранных конкурентов. Каждый день фабрика шьет около 400 костюмов. И цена и качество радуют покупателей. Ведь стоимость костюма не превышает 50 тысяч тенге. Также для женщин в этом году запущено производство брючных классических костюмов. Диана Рамазанова, Александр Церекидзе, Первый Карагандинский. Реализация комплексных планов в развитии регионов области находится на особом контроле. Первый заместитель Акима области Асалбек Дюсибаев с рабочей поездкой побывал в Женаркинском районе. В ходе визита первый заместитель Акима области ознакомился с проделанными работами региона за текущий год и дал конкретные поручения на наступающий год. В ходе поездки Асалбек Дюсибаев произвел осмотр восстановленного после весеннего паводка моста через реку Сарсу и проконтролировал ход реконструкции детского сада на 30 мест в поселке Козылжар. Также первый заместитель ознакомился в Тугунгенском аульном округе с качеством проведенных строительно-ремонтных работ начальной школы и с ходом строительства спорткомплекса. Строительные работы ведутся крестьянским хозяйством МАКСАД в рамках социальной ответственности бизнеса. Спорткомплекс включает волейбольный зал, зал для борьбы и тренажерный зал. Завершить строительство планируется в ноябре 2015 года. Также Асалбек Дюсибаев осмотрел места индивидуального жилищного строительства в инженерно-коммуникационной инфраструктуре в новом микрорайоне поселка Атасу. По завершении посещения объектов первый заместитель Акима области провел совещание, посвященное итогам социально-экономического потенциала Жанаркинского района. В нем обсуждались важные вопросы развития региона за 9 месяцев текущего года и перспективы развития на 2016 год. Гульза Ацахова, Александр Царикидзе, Первый Карагандинский. Ежегодная помощь детям из социально уязвимых семей стала доброй традицией. Школьников обеспечили канцелярскими товарами и самой необходимой одеждой. В этом году материальная поддержка составила около 280 миллионов тенге. Задача данной акции – оказать материальную поддержку школьникам и социально уязвимых семей по подготовке к учебному году. Ежегодно в акции участвуют все районные и городские отделы образования, неправительственные организации, общественные фонды, меценаты, индивидуальные предприниматели и СМИ. В ходе проведения мероприятия были открыты пункты приема вещей, канцелярских принадлежностей и учебников в помощь малообеспеченным семьям. Наш институт повышения квалификации ОРЛИ также принимает активное участие в этой акции. И в этот раз мы тоже привезли зимние вещи, спортивные товары детишкам, всем, чтобы они могли ощутить поддержку взрослых. Эта акция в этот год особенно знаменательна, поскольку проводится в рамках общенациональной идеи «Большая семья – большая страна». И нам очень приятно участвовать в этом году также, всем, чтобы показать детям, что они не одни, что они могут получить поддержку от взрослых. По итогам акции значительная помощь оказана около 30 тысяч семьям, что по сравнению с прошлым годом больше на 4300 детей. Общая сумма затрат в этом году составила 270 миллионов 300 тысяч тенге, из них около 11 миллионов выделено из бюджета. Турецкое агентство по сотрудничеству «ТИКО» оказало материальную поддержку детям, проживающим в селах Карагандинской области, пострадавшим от павод. Такая возможность, что подарили нам такие хорошие вещи. Некоторые люди, им не хватает денег, некоторые люди бедные, им дают такую благодарность, возможность им дают. Акцию поддержали «Красный полумесяц», Турецкое агентство по сотрудничеству и координации «ТИКО» и филиал АО «НЦПК Орлео». Семьи благодарны за оказанную им помощь и надеются на дальнейшую поддержку к школьному году. Диана Рамазанова, Толеген Рашитов, Александр Царикидзе, Первый Карагандинский. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок «Алюгал» – Галвин Херкюль. Галвин. Оконные системы А-класса. Долговечность 60 лет. Галвин. Морозостойкий, надежный, прочный. Для тех, кто ценит качество. Вакцинация против инфекционных заболеваний – очень необходимое дело. Проводенная вакцинация сохраняет здоровье молодых, особенно детей. Очень важно помнить родителям, что необходимо проводить профилактические прививки. Бояться этого не нужно. А если даже в легкой форме заболевает, то осложнений, опасных для жизни, никогда не бывает. Строго обязательно проводить профилактические прививки, для того, чтобы не было проблем со здоровьем нашего начинающего жить поколений. Пройти обязательную, необходимую вакцинацию. Вопросов буду, не буду, не должно быть. Вот советская система вакцинации, мы же все выросли в этом, мы все получили прививки. Она самая действенная, самая результативная. И надо не бояться и обязательно защитить детей. Вы не имеете права подвергать своих детей такой опасности. Члены Союза ветеранов ищут ненагражденных героев Великой Отечественной войны. Сегодня представители партии Нуротан, Жасотан и посольства Российской Федерации наградили уже более 160 фронтовиков. Поисковые работы проводятся в рамках акции «Награда нашла героя». Для Бану Маясаровой этот день стал очень значимым. В свои 78 лет она получила награду своего отца, который погиб в августе 1944 года. Абдуфазыл Маясаров в годы войны совершил героический поступок. Когда фашисты организовали контрнаступление, весь батальон лежал в окопах. И только один Абдуфазыл Маясаров вышел с автоматом на противников. Этим он подал пример мужества и отваги своим солдатам. После чего все бойцы пошли за ним в наступление. И в этот момент, увидев героизм своего парторга, все это отделение поднялись, шли на наступление. И он взорвался на мине. Кроме героя фронта был награжден воин-интернационалист Андрей Ващенко. Рискуя жизнью в одном из боев, рядовой Ващенко эвакуировал подорванный БТР вместе с экипажем. За смелость и мужество Андрей Фомич получил медаль за отвагу. На сегодняшний день у нас нами выявлено 360 казахстанцев, представленных боевой наградой в СССР. Но они получили всего различных обстоятельств. И прежде всего связано с распадом Советского Союза и большой миграцией. Многие наши ребята переехали как из страны ближнего, так и из страны дальнего зарубежья. Акция под названием «Награда нашла героя» проводится по всей республике. Уже 163 боевые награды были вручены фронтовикам. На сегодняшний день ведется поисковая работа по остальным героям Великой Отечественной войны. Лариса Хусейнова, Олжас Габасов, Александр Цирикидзе, 1-й Карагандинский. К другим новостям. Кафедра психологии и философии встретила свой 20-летний юбилей. Торжественная встреча состоялась в стенах Карагандинского государственного университета имени Букетова. Мероприятие проходило в виде конференции, где приглашенные обсудили важные вопросы. Такое мероприятие не впервые проходит в стенах университета. Конференция была разделена на 4 секции, где были обсуждены философские и методические проблемы казахстанского общества, социологические и политологические образы современной республики, а также аспекты современной психологии. Наша конференция получила международный статус в связи с тем, что к нам прибыли гости из-за рубежа, известные выдающиеся ученые из Санкт-Петербурга, Омска, Уфы, Болгарии, Китая, которые сегодня поделятся своим опытом в системе образования, расскажут о своих инновациях, может быть что-то переймут у нас, но главное, что сегодняшняя конференция станет основой дальнейшего плодотворного международного сотрудничества. Я думаю, что это сотрудничество ляжет в основу новых интересных совместных проектов. Дискуссия проведена по вопросам разного направления. Среди них были рассмотрены темы о культуре как компонент мягкой силы в политической стратегии Казахстана. Также были подняты вопросы о имидже региона как ресурс в современных социалистических условиях. Цель нашей обоюдной с Карагандинским университетом – это сегодня особо волнующая проблема компетентностный подход, то есть новые направления по образованию в связи с Болонским соглашением и теми образовательными стандартами, которые Министерство образования и науки предъявляет свои требования. В ходе всего семинара участники обсудили самые важные и волнующие вопросы в образовании нашего времени. На взгляд профессионалов представленные доклады являются неотъемлемой частью для дальнейшего развития образования и решения проблемы философского и психологического характера. В Национальном банке выпустили новые монеты номиналом 500 тенге. Коллекционным деньгам дали название «Год обезьяны» и «Райская мухоловка». Монеты изготовлены из серебра и золота. Их стоимость колеблется от 10 до 83 тысяч тенге. Памятные монеты можно купить в Национальном банке. Монеты «Год обезьяны» выпущены в серебряном и золотом экземпляре. На них изображены мифологические символы созвездия небосвода и плашка с давленной надписью «Республика Казахстан». На оборотной стороне деньг изображена обезьяна, символ 2016 года. Серебряная монета «Райская мухоловка» из серии «Фауна и флора». На ней изображен единственный представитель тропической мухоловки, чье название и дали этой монете. Со слов сотрудников банка, такие монеты обычно символизируют заботу государства о редких видах животных и насекомых. В серии «Фауна и флора» у нас обычно выпускаются монеты редкого происхождения. Номинал этой монеты тоже 500 тенге, проба 925, вес также 31,1 грамма. Она имеет овальную форму. Молодежь Казахстана решила доказать свою полиязычность. Сегодня юноши и девушки от 16 до 22 лет сразились в ораторском искусстве. Блеснуть знаниями языков они решили не случайно. Их объединила Республиканская Олимпиада Тель-Тону-Гой-Ден-Каусара. Ее победителями получат дипломы, грамоты и денежные призы. На Олимпиаду собрались со всех уголков Казахстана. Изначально в ней приняли участие 16 юношей и девушек. 8 из них отсеялись по результатам первого тура. Оставшиеся соревновались в синхронном переводе с трех языков и написании эссе. Студентка из шахтерской столицы Самал Турзбекова считает, что у нее есть все шансы на победу. Я прошла областной тур, победила в областном туре. И сейчас также победители областных туров соревнуются со мной для завоевания такого титула, как призер гран-при данного конкурса. Для победы у меня есть все шансы и все возможности. Еще один участник Сергей Воронцов приехал на Олимпиаду из Северного Казахстана. Молодой учитель казахского языка и литературы не смог пройти в финал конкурса. Однако он не отчаивается. Ведь самое главное, что у него есть, это стремление. Считаю, что такие конкурсы, как Тельтунок Уиден Кавзаре, Тельщебередиген, они помогают развитию языковой политики и помогают развитию толерантности. И вот сплочению нации, вот сейчас мы говорим на трех языках, в гостинице. И вот так, думаю, должно быть среди молодежи развитой и образованной. Данная Олимпиада раньше проводилась в разных городах Казахстана. В этом году честь выпала Караганде. Со слов организаторов, такие конкурсы помогают молодежи повысить свои знания и самоутвердиться. Ну, хотелось бы пожелать нашей молодежи, школьникам и студенческой молодежи, что знание трех языков сегодня, в сегодняшнем уровне развития нашей цивилизации, культуры, образования – это необходимое условие. Имена победителей Олимпиады станут известны завтра. Их выберут ученые и лингвисты вузов и других отраслей. Аймамрина Исламбекуспан, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Продолжаем выпуск. Женщины Казахстана в очередной раз доказали, что женский пол – вовсе не слабое звено. В нашем городе состоялась конференция Ассоциации деловых женщин, где леди обсудили вопросы о продвижении представительниц женского слоя населения Казахстана в политике и бизнесе. Подробнее о собрании вам расскажут в нашем следующем сюжете. Сегодня Ассоциация деловых женщин, прежде всего, направлена на развитие инициативы, предприимчивости и формирования высокого статуса и имиджа женщин. На семинаре присутствовали первый заместитель председателя областного филиала Нур-Атан, председатель клуба женщин-политиков области, а также успешные женщины из сфер государственной службы. Модератором всего мероприятия выступил президент Ассоциации деловых женщин Казахстана Раушан Сарсенбаева. Участие женщин во власти – это решение социальных проблем, потому что женщина, она очень… Все социальные проблемы – это как бы проблемы женщин, потому что ситуация такая, что это всегда связано с нехваткой детских садов, с детским питанием, с качеством образования, с качеством здравоохранения, различные проблемы с здоровьем, детей и сирот, женщин инвалидов и так далее. И все эти социальные проблемы, и чем они будут лучше и качественно решаться, тем, конечно, наше качество жизни всего Казахстана будет намного выше. Встреча деловых женщин проходила при поддержке карагандинского областного филиала Нур-Атан. В уютной обстановке железные леди беседовали за чашкой чая и делились секретами успеха друг с другом, после чего прошла конференция, где бизнес-вумен обсудили волнующие вопросы, подвели итоги о проведенной работе и выступили с докладами о поддержке женского предпринимательства. Отметим, что на сегодняшний день активизирована работа школ женского политического лидерства, где женщины участвуют в реализации проектов фонда развития предпринимательства «Дому». Вне зависимости от того, что женский или мужской бизнес, бизнес – он есть бизнес. Но нам или мне лично, как женщине, приятнее, конечно, что, когда есть хорошие женщины-предприниматели, эффективные и которые твердой мужской рукой, но по-женски, очень мягко ведут свой бизнес. В ходе семинара была избрана и председатель Карагандинской области Ассоциации женщин. Обладательницей почетного места стала Гульнар Ермекова, заместитель директора угольный центр «Сабурхан». По окончанию встречи всем гостям были вручены сертификаты. Известно, что под руководством президента Ассоциации деловых женщин Раушан Сарсинбаевы в различных регионах страны организована работа около 16 клубов женщин-политиков. На сегодняшний день клубы активно участвуют во всех мероприятиях, помогая женщинам показать себя в государственной и общественно-политической работе. Сегодня около 50% женщин-участниц проектов открыли свое дело или расширили свой бизнес. Ассель Сазанбаева, Исламбеков, Пан, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Радужная комната, созданная Карагандинским академическим театром музыкальной комедии, в этом году для самых маленьких зрителей обрела своих почитателей. Радужная комната, которая была организована в этом году при Карагандинском академическом театре музыкальной комедии, обрела своих маленьких почитателей. Здесь на встречу с искусством театра собираются малыши от года до трех лет. Такой проект реализован впервые в Казахстане. Буквально с колес актеры театра «Буратино» порадовали своих зрителей премьерным спектаклем «Айда Репка». Тонус задавал прошедший международный фестиваль в Чувашии. Все члены жюри отметили, что действительно наши актрисы, которые представляли спектакль «Сыроежка», они действительно очень искренне, очень открытые, очень доброжелательные именно на сцене. Чебоксарский фестиваль открывал министр культуры России Владимир Медынский. Он отметил, что безбарьерная среда необходима для людей с особыми потребностями. Восемь театров показывали свое мастерство и новое видение в работе с особым зрителем. Вдохновившись от общения с коллегами, творческая группа кукольного театра «Буратино» перенесла свои ощущения и на своих маленьких зрителей. Такие сложные и каверзные бывают ситуации, когда действительно нет рама, где сцена, где зритель сидит. По сути дела, действительно, это все в одном помещении. Поэтому у нас очень часто бывает, что маленькие зрители идут на сцену, потому что нам это очень интересно. Когда их родители начинают забирать, они там и плакать начинают. Так что актерам приходится быть и воспитателями, и организаторами, и даже нянями. Малыши народ искренний, но непредсказуемый. А в радужной комнате все можно потрогать своими руками. Мы хотим радовать не только нашего зрителя хорошими спектаклями, но и выходить на новые уровни, принимать участие в других фестивалях и международных фестивалях. И поэтому мы хотим, чтобы спектакль был, который представлял колорит нашей республики. Поэтому мы хотим сделать очень хорошую казахскую сказку. Это вот на будущий год у нас. Радужная комната отнюдь не коммерческий проект. Здесь собираются 15 малышей с родителями и переносятся с помощью актеров в искрометный мир сказки. Сказки, в которой они главные герои. И кто знает, может быть именно сегодня малыши получат энергию доброты, которая спасет мир. Сергей Высокосов, Ислам Успан, Александр Царикидзе, Первый Карагандинский. К другим новостям. В Тимиртау стартовал ежегодный международный турнир по дзюдо «Огни магнитки». Соревнования пройдут в честь памяти заслуженного тренера страны Амантая Айдарханова. По результатам схваток выберут кандидатов в мастера спорта. Мероприятие продлится до 25 октября. Международный турнир «Огни магнитки» памяти заслуженного тренера Амантая Айдарханова проводится 15 лет подряд. Он объединяет чемпионов и победителей свыше пяти стран мира. Первые истоки соревнования получил в 80-е годы. После распада Союза турнир, как и многие другие, прекратил свое существование. В 1999 году дзюдо в Тимиртау получило второе дыхание. В текущем году в город Металургов также собрались спортсмены из всех областей страны и дзюдоисты из Киргизстана, Таджикистана, Узбекистана и России. Три дня будут такие большие-большие баталии. В прошлом году у нас было 420 участников. В этом году, как сказал Сергей Евгеньевич, мы тоже планируем около 400 участников. Соревнования пройдут в спорткомплексе «Металл». Болельщики смогут увидеть зрелищные броски и первые победы спортсменов. На татами выйдут девушки и юноши 14-15 лет в 10 весовых категориях. Итоги этих соревнований включаются в официальную секту Азиатского союза дзюдо. «Победители и призеры данного турнира получают по квалификации нормативов и разрядов Республики Казахстан норматив «Кандидат мастера спорта». Потому что этот турнир внесен в республиканский календарь». Также в эти дни состоится открытый кубок металлургов по самбо в памяти чемпиона мира Булатбек Казмета. Итог соревнований будет подведен 25 октября. Аймамлина Александр Цирикидзе, первый карагандинский. И еще об одном. Приглашаем вас посетить сельскохозяйственную ярмарку «Аул Береке-2015», которая состоится в эту субботу, 24 октября. Ярмарка будет проходить по адресу город Караганда, улица Олимпийская. В ней будут реализовываться сельскохозяйственные продукты по ценам ниже рыночных на 10-15%. Это были все новости на сегодня. Благодарю за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649. Приятных вам выходных. Хаман Сау Волгстер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова